Доброго времени суток. Приветствую вас всех на моем канале. Давайте посмотрим район, ну, населенный пункт Молочарка и Стенки. Все, наверное. Так, Молочарка и Стенки. Молочарка. Вас, в принципе, на данный момент высшие силы берегут, оберегают. Стенки. Какие-то были разрушения. Видимо, что-то прилетало и были разрушения в вашем населенном пункте. Как сейчас дела у вас складываются? Молочарка. Ну, вам, так скажем, высшие силы благоволят. То есть на данный момент у вас такое удачное для вас время, когда вот работает, видимо, защита населенного пункта вашего. Но при этом люди в чем-то, конечно, разочарованы, в переживаниях. Но на самом деле переживать пока не имеет особого смысла. Серьезных-то событий, я так понимаю, у вас особо не было. Вот. Еще только впереди предстоит. Поэтому для этого нужны силы. А так все идут к своей цели. Кто к какой. ВСУ к своей цели, да. Мирные жители к своей цели. А союзная армия к своей цели. Стенки. Ну вот за счет того, что у вас были какие-то, видимо, разрушения, на данный момент спокойно. Но для того, чтобы вообще все было идеально, на данный момент недостаточные ресурсы. Хотя все делается для того, чтобы защитить все-таки ваш населенный пункт максимально. И вполне возможно, что заключаются договора. Может быть, руководство вашего населенного пункта СВСУ, чтобы они не стояли внутри населенного пункта, где-то в полях были. Ну вот, как-то пока вот на таком уровне. Давайте посмотрим, как будут складываться дела в ваших, в районе ваших населенных пунктов до конца, нет, до 20 сентября. Молочарка. Возможно, прилеты. Но при этом все-таки вашему населенному пункту удастся избежать серьезных повреждений. То есть какие-то прилеты будут, но может быть по окраинам населенного пункта. Может быть это какие-то здания, ну типа административных. Так, скажем, с меню, ну, селу или поселок, как он правильно у вас называется, удастся избежать серьезных повреждений. Ну, жители будут работать над тем, чтобы выжить в складывающихся обстоятельствах. Потихоньку будет каждый занят своим делом. Но при этом все будут понимать, что происходит и вообще как действует. То есть очень будет четкое понимание складывающейся ситуации. Стенки. А для вашего населенного пункта будет, когда начнутся серьезные вот боевые действия в этом районе, то для вашего населенного пункта будет самое благоприятное время. Максимально удастся его сохранить и все пройдет очень быстро. Так, давайте посмотрим, как будут складываться дела для ВСУ ваших районов. Так, давайте посмотрим. Так. 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 ВСУ, конечно, будут сопротивляться, и сопротивление вполне будет, скорее всего, серьезное. Восitos. Так. Ну, настроены они решительно, но насколько хватит у них ресурсов, это большой вопрос. Больше будут такие эмоциональные всплески перестрелок различных, когда не совсем хватает ресурсов и их стараются экономить Поэтому либо видят конкретную цель и туда наносят удар, либо как в ответ стараются ударить, увидев откуда стреляют Будет очень серьезно вестись пропаганда, но при этом даже сами ВСУ будут стараться решить все мирным путем А еще и после этого всего командный пункт, который расположен будет либо у вас в поселке, вот может быть туда прилет как раз и будет командный пункт ВСУ Он будет разбит и командование будет уничтожено Они конечно будут сопротивляться еще какое-то время, показывая, что они сильные, что они солдаты Строя какие-то планы и очень рассчитывая на помощь, поддержку, которой скорее всего не будет Поэтому постараются максимально сохранить свои жизни и свои ресурсы И в конце концов, скорее всего, будет заключено соглашение о том, что они сдадут оружие Как будут дела складываться в районе стенки? А там просто банально подразделения, которые будут находиться в районе вашего населенного пункта Их просто принесут в жертву, их кинут Заставят действовать, а руководство само... Может быть руководство как раз вот в молочарке находилось в тот момент И в результате туда прилетит, соответственно, тут некому тоже командовать Будет очень страшно И очень будут они зависеть... У вас там есть такая дорога большая Вот, видимо, от нее они очень серьезно будут зависеть В том плане, что им нужно будет уходить А... С какой стороны будут наступать союзные войска Там будет, конечно, видно Вполне может быть, что эта дорога будет для них закрыта И им придется по-срочному менять какие-то планы свои Но будьте очень внимательны и аккуратны Чтобы не было такого, что вас куда-то позвали Спрятаться в более безопасное место, а вы попали в ловушку Было где-то... Где-то я говорила в одном из видео По-моему, в Солидарии было, что людей позвали Посадили в автобусе В чем было? Вывезли за город и в поле чистое выпустили Зато красивую картинку сняли журналисты И все у вас будет проходить очень быстро У ВСУ там не будет никаких вообще ресурсов Не будут понимать, как действовать Потому что я говорила, что вполне возможно Что командный пункт будет находиться в молочарке И скорее всего, что они сложат оружие Во всяком случае, большинство Потому что руки и ноги будут связаны Действовать они не смогут И это для них будет лучший выход Они хотя бы останутся в живых А кто-то будет стараться уйти из вашего населенного пункта Давайте теперь посмотрим Как будут развиваться события для союзной армии В районе ваших населенных пунктов До 20 сентября Напоминаю, что 20 сентября Это ориентировочная дата Это не конкретная дата Что к этому времени все закончится Будем надеяться, но вот где-то приблизительно Так, союзная армия Молочарка Ну, у вас для союзной армии Она будет очень четко контролироваться Командованием, я так понимаю И очень четко будут направлены действия Вполне возможно, какие-то перестрелки Могут быть на улицах Когда выдавливают ВСО из населенных пунктов Но это не танковые перестрелки Это автоматическое оружие Чтобы было понятней Ну, будут строиться планы Как действовать дальше Как зачищать населенные пункты Как вообще дальше что будет Какие дальнейшие действия Ну и скорее всего, что будет Несколько подразделений Которые как бы Населенные пункты обойдут с разных сторон Так, стенки Ну, для союзной армии Может какие-то очень такие рискованные действия Использовать Но будут четко идти к своей цели Зачищая ваш населенный пункт Чтобы защитить и жителей И сам населенный пункт От разрушения И это для союзной армии Будет удачное время Помните, там тоже у нас выходила карта Которая говорила о том Что время будет играть на вас Так и тут Для союзной армии Это будет очень удачное время Хотя все равно будет, конечно, тяжело Начнется у вас в стенках новая жизнь А все основные события Все-таки будут происходить За периметром вашего населенного пункта В полях Так Ой Какие опасности есть Для ваших населенных пунктов До 20 сентября Молочарка Ну, в основном все останется целым Но сложность в том, что будет большая зависимость От дорог Ну, транспортное сообщение И если у вас там какое-то есть предприятие Серьезное А так В СУ уже устали Или устанут к тому времени А ваш населенный пункт Будет максимально сохранен Стенки Ну, сопротивление будет Но до конца Не будут понимать Вообще, что происходит И куда стрелять Вот в этом может быть опасность Помните, я, по-моему, про это говорила Что на улицах могут быть столкновения Перестрелки Здесь я говорила Ну, не важно Важно то, что Многие солдаты Не будут понимать Что происходит И куда Нужно стрелять Как завязанными глазами Вот это вот Шальные пули Очень, конечно, опасно И очень много переживаний Берегите, пожалуйста Своих родных и близких Заболеваниями Сердечно-сосудистой системы А так События пройдут быстро Вашему населенному пункту Удастся избежать Все острые углы Молочарка тоже будет Полностью сохранена Ну, максимально Да, насколько это возможно Вот Поэтому все должно пройти Во всяком случае Как карты показывают Все должно пройти Максимально хорошо Желаю вам, чтобы так и было Чтобы это все Действительно прошло Для вас очень быстро Максимально благоприятно Началась для вас Новая мирная жизнь Желаю вам всего хорошего Берегите себя Берегите своих близких И до новых встреч